Всем доброе утро, мои дети поспали ночью, ну я подольше поспала, капельненькие часика, сколько, два, три, три гиммарду, там у нас Сонька спит, Никита наверху тут спит, над наверху, пытаемся понять какой у нас расход топлива, о, интернет, что-то не хочет, о, не хочет, так, еще на драко дают тебе пока, о. В принципе, спать удобно, вот, еще бы доехать до заправки и в целом как-то справиться в нужду, вы наверно спросите, а зачем вам, если вы на автодоле, у вас же есть туалет, который внутри, а я вам скажу, мы там все завалили, и в него пройти невозможно, ха-ха-ха, ой, у нас просто мало было времени, ну, чтобы уже выехать, вот, чтобы дети спали, да, как тебе? Слушка была отличная, единственное, что мы вчера праздновые были практически в районе 12 ночи, пока ехали уже захотелось на спать, так как был отработанный целый трудовой рабочий день, от которого уже ни сил, ни жевроней не было, и ехали, поэтому гиморнули, в принципе, ощущения пока что положительные, пытаюсь сейчас понять, сколько же этот малыш жрет. Мы максимально надеемся, конечно, что у нас диете направлено питание, все сюда, всегда опустились, но хотя бы мы всем и перечислили вzie информацию работы. Ты мне понимаешь, если какие-то나 будут тебя задействованы, и это не превратит лично. А ты ж путевая? Я наоборот крутилась, чтобы не пришли. А сруб рассказывает? Герои наши сутки только в Варшаве. Спали мы или две границы пресекли. Там вот это вот всё огромное спальное место мы сделали. Сонька спит там, где кресла, чтобы у неё были мортики, чтобы она не выпала. А Никитус сверху. Вот буквально пару минут назад показался Никитус. Я говорю, так, ну где? В Польше уже есть. Я говорю, отлично. И мы залезли обратно спать. Проснулась у нас слоня. А я себе отбыл, позвоню. Котёнка, расскажи ещё раз. Мы про мутбанки разговаривали. Про то, что нам не нравится ASMR, когда плявкают, чавкают и прочее. Это ужас. Особенно эти корейцы, которые яйца едят. Много раз в ТикТоке попадаются, наверное, массовые из-за того, что я посмотрел. А потом следующее мне просто кидают, как уже... Я заинтересованное лицо. Попадается одна кореянка, которая там вот у неё тазики. У неё три десятка яиц уже сварены в каком-то соусе из перца. И она их начинает есть. А тут через время попадается в неё этот же тазик только уже напитых яиц. Просто, ну, свежие. И она рукой берёт и пьёт желтки. Честно сказать, мне кажется, что она должна эти три десятка выпить. И единственное, что у неё сладится должно быть, это омлет. А если она в себя ещё добавит чуть-чуть муки и масла, так у неё песочное тесто должно сладиться. Ну, ты с ума сойти. На муравейник. Да. Нормальная тема. Да уж и вкусно. Тем временем... Ой, как, слушай, охеренно смотрится отсюда. Вот, как понял, без всяких... Рамок, так сказать. Если нормально держать. Едем дальше. Никитос проснулся. Слоня проснулась. Они теперь у нас там. Вообще, они вчера в автокрислах сидели. Ну, максимально неудобно автокрисла на... С учётом стола этого. Так что так. Мы дальше продолжаем наш путь. Пытаемся разобраться с тем, как, короче, на 220 переключаться, возможно ли это без подсоединения к 220. Здесь у нас, видите, такая площадка. Это бесплатная, как стоянка. Вот. Для дальнополосиков и тому подобное. Короче, здесь такая детская площадка. Далее у нас здесь идёт зона, где можно покушать спокойно в столике. У них всё очень чистенькое. Ну, здесь туалет. И есть ещё душ. Подпортовать. Сидеть что-то. Всё это бесплатно. Мы доехали до Варшавы. Бежим забрать за гран-паспорта детей. Но тут такой прикол, что по гугл-картам показывают, что они сегодня закрыты. Мы очень сильно чуть не приуныли. Уже приуныли. Я сказал, что он субботу работает. Она мне поверила. Да. Ну, короче, бежим пробовать. Но там есть ещё надежда. Надежда стала больше, так как стоят перевозчики разные. Типа. И много машин на украинских номерах. Поэтому, скорее всего, может быть всё-таки всё не зря. Из новостей мы забрали... Привычка. Волосы поправлять. Из новостей мы забрали за гран-паспорта. У нас не работает розетка. Ну, не одна, которая 220. Потому что, ну, короче, что-то не так. И никто никак не может понять, в чём причина. Вот. Ну, мы всё от себя возможное сделали. Причина явно не в нас и не в нашей рукожопости. Вот. И... Мы сейчас стоим в Польше около магазина. Зашли, купили хлеба. Короче, взяли пиво безалкопольного. Выдвигаемся в путь. И, короче, нам начали скидывать, что мы превысили скорость. Ещё что-то. Не штрафы, а именно владельцы кемпера. Да. Но получается, что именно GPS, и они отслеживают наше положение. Мне вот вообще интересно, насколько это законно. Типа, то, что без нашего предупреждения и в договоре нигде не указано. Типа, что они отслеживают наше местоположение. Я понимаю, что машина не наша, но всё же, типа, как-то... Не знаю, насколько это нормально и правильно. Да, просто такой момент. Когда вы двигаетесь в городе, написано там, допустим, 60 нужно ехать. Вы едете в потоке, допустим, 80 или даже 90. Там прекрасно все знают, что камер нет и прочее. Как бы, вас в поток пихает ехать 90. И... Да, иначе все сигналят. Вам человек пишет, что, типа, ты превысил скорость в городе. Ну, так я знаю, как поток этот есть. Ну, да. Тем более, все начинают сигнал, и все вот это вот... Недовольные лица. Ну, и в итоге, короче, закончилось всё тем, что я говорю, ну, подожди, теперь дождёмся ещё того момента, когда мы услышим вопрос, а сколько вы же собрались проехать? Потому что нам никто этот вопрос не задавал, когда мы арендовали машину. Ну, в принципе, ждали мы недолго. Нам вот уже пришёл такой вопрос, сколько же вы собрались проехать? Вот. От услышанного... Ого! Да, типа, просто мы задавали вопрос, когда арендовали, мы спросили чётко, есть ли ограничения по километражу. То есть, если там написано в договоре, что больше 120 ехать нельзя на кемпере, то по километражу нет ограничения ни в день, ни вообще за поездку. Где-то мы слышали в день, да, ограничения были? Ну, где-то очень крайне было кусочка муха, что 1200 в день километров, но... Не-не, мы где-то в другом месте, если не слушали. Ну, мы обсуждали. Здесь? Не про этот кемпер. Нет. Где-то вот что-то вот мы... Ну, ладно, неважно. Короче, сама суть в том, что типа это не было оговорено. было всем насрать, сколько мы проедем. Нас никто не спрашивал. Мы врали его на месяц, на 31 день. Мы предупреждали, что мы едем отдыхать и путешествовать. Не сидеть на кемпер-стоянке просто и жарить шашлыки месяц. Путешествовать. Ну, вы слышите, как звучит прекрасно? Вот. Ну, короче, мы уезжаем. Поедем. Ай, поедине, рука затекла. Ну, ладно. Ну, ладно, не пока. Не знаю, короче. До скорого встречи. Остановились мы, ну, на заправке. И тут такие фишки есть. Расскажешь? Ну, достал паштет, отбивные. Говорю малому, иди сюда. Вот здесь такой вот типа кемпер-городок. Пойди сюда, займи свободное место. Еще и показал ему рукой, типа вот займи свободное столы. Нет, ты сказал чистое. А, чистое место займи. Смотрю, нету. Минуту-две. Сюда тоже нету. Вон. Занял тебе место. Я в Киевсе под зонтик все. Ой, не могу. Мне кажется, пол этого городка слышала, как я смеялась. И я не могла себе отказывать в таких шалостях. Сейчас мы покушаем. У нас тут паштет, отбивнушки. Хлебушек мы взяли. Сонька пюрешку ест. Вот такую. Поэтому... Господи, резинок вот. И будем выдвигаться уже в путь дорогу. Ну, неплохо таки поспали. Прямо спалось отлично. Идеально спалось под этой кондейкой. Она такая, вроде бы, невзрачная. Но когда именно стоишь... Ну да, но еще надует. Но когда стоишь, ее прям эффективно слышно, что от нее холодно. По крайней мере, не жарко было. Да, и не знаю, спалось. Холодно... Мне лично холодно прям не было. Холодно не было, но спалось идеально. То есть я люблю, но спалось классно, да. У них какая-то... Резину жрет, это когда развал схождения дерьмовый. Нет, это когда уже вторая машина так подъезжает. Или, может, вы... Может быть, там мы этот... Тоннел или портюры близко. Количество асфальта по еще. Да, как-то так. Ой, завалило вас. Так что мы вот это там торопезничаем. И у путь дорогу на Францию. У-у-у. Смотрите, короче, это мое слово поразит. Есть такая вот площадочка с тренажерами. Просто хотела сказать, что если там детские площадки более привычные, то площадка с тренажерами на заправке и на постояночке. Это вот что-нибудь такое новенькое. Да прикольно, мне кажется. Так вот устал, размялся, позанимался, мышцы разогрел. Купили себе туалет и душик за 10 злотых, да? Да. Где-то 2,5 евро, да? 2,5 евро и без ограничения можно помыться на автодоме. Ой. Ну, короче, это хорошо. А тут есть розетка? Может, мы зря обучились? Патика лаврат уже с воду можно набирать. Господи, как с этим смириться? Подержи, подержи, подержи. О, моя. It's my life. У-ху. Так, ты будешь срать? Да, открывай рот. Ахахаха. Здесь мистец. Здесь мистец. Смотри, милый. Смотри, милый. Смотри, милый. Сейчас в наше время вышло, что вы делали в это время. Шутили. Мы, короче, зашли только что в комнату для мамы и ребенка и накипятили воды с нами. покупали и какая-то полечка решит два раза дернула ручку потом мы вышли и смотрим как она с ключом заходит и типа открывает двери интересно на что ты рассчитываешь что не шарик что-то может быть человек да может кто-то грудью кормит комбез снял и как бы не стука ничего типа 2 раза дернула и пошла за ключом а похуй пойдет а